Самарские новости спорта Нам нужно в плей-офф. И мы, естественно, на каждую игру настраиваемся, как на последний бой. В принципе, и сегодня получилось так. Счастье было немного на нашей стороне. Во-первых, не хватило, не доиграл Зазулин, не было топорова. У вас какие-то тоже объективные причины. Самару сумел оторваться от соперника на максимальные 8 очков, только в третьей четверти, но удержать набранный темп не удалось. Зато темп из ревды, наоборот, навязал хозяевам паркета свой баскетбол. Стремительные контратаки, точные броски с трехочковой дуги, борьба под кольцом на своей и чужой половине поля. В итоге, к середине финального периода гости повели в счете 60-59. Ошибки где-то не выполнили тренерскую установку. И в то же время физически почувствовали, да, немного подсели в третьей четверти. Как и в предыдущих двух матчах самарцев Суперлиги в Новосибирске и Иркутске, в домашней встрече с темпом все решалось на последних минутах. Сначала штрафные броски вывели вперед Самару 66-65. Потом пенальти помогли темпу заявить о победе 69-70. Хозяева паркета на последних секундах не смогли реализовать домашнюю игровую заготовку и потерпели досадное поражение 71-72. Я в конце, например, промазал там свой мяч вроде, из-под кольца два очка, очко могли выиграть. Ну, где-то не повезло в каких-то моментах. Все по чуть-чуть, и в итоге вылился конечный результат минус очко. Самара оставила за собой третье место в баскетбольной суперлиге на первом университет Югра. В понедельник, 30 января, очередной домашний матч в МТЛ-арене с Уралом из Екатеринбурга. Соперник занимает восьмую строчку в национальном чемпионате. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.